Мур привет друг это Зверько и новости по обновлениям кратко и по делу в этом видео объединенные новости обновлений 1 5 84 86 и 88 добавят новый скин сану небесный изгой за первую покупку в пятнадцатом сезоне зарубежные блогеры дразнят нас коллабой по звездным воинам почему нас удивили а хрен его знает у меня получилось достать видео вот в таком качестве не знаю как вам а йода мне очень нравится 16 июня редкие скины в магазине фрагментов добавят фрея охотник на драконов роджер анубис фанни королевский кавалерист грог хранитель могил и минотавр священный молот уберут алукарт виконт наталья призрачный танцор гасен кибер опер горд профессор ада и минситар золотой король также изменится ассортимент героев за фрагменты добавят люнокс леоморда эсмеральду заска матильду и сана уберут ван ван линга клауда селену дариуса ангелу но если захочешь купить себе скин подешевле либо героя мне есть что тебе предложить кодошоп официальный дистрибьютор игровой валюты как в нашей мебель legends так и в нескольких других популярных играх цены в кодошоп ниже чем в google play или upstore для пополнения тебе даже не потребуется регистрация оплатить можно с помощью карты виза или мастер-карт киви или индекс деньги приобрести можно как алмазы так и звездного участника давай покажу как это сделать на примере моего ака для стримов заходишь по ссылке в описании этого видео внимательно вводишь свой игрой айди и сервер выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету да все просто удобно быстро и дешевле чем традиционный способ для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках а теперь возвращаемся к ролику и так недавно делал обзор на натана если ты не видел этот бомбический ролик глянь ссылку в комментах так вот его немного изменили пассивка теперь весь вампиризм для натана становится магическим ускорили анимации атаки это позволяет чаще попадать а первый навык теперь выстреливает дважды мульте же ускорили анимацию прыжка им стал играть немного приятнее но все еще невероятно скучно на мой взгляд люнокс первый навык хаосом увеличили урон по крипам и миньонам по героям урон прежний эсмеральда второй навык немного увеличили урон было 210 410 будет 240 440 иксбарк первый навык базу урон немного уменьшили но увеличили бонус от предметов на 10 процентов теперь штраф урона по миньонам будет уменьшаться с уровнем наносим урон по миньонам был 75 процентов и будет увеличиваться от 75 до 100 процентов с повышением уровня ульта уменьшил урон огнем было 200 300 будет 200 250 однако подняли физический бонус от предметов на 30 процентов альфа пассивка изменили бонус к первым двум атакам беты было 40 процентов общей физической атаки будет 70 процентов но физической атаки только от предметов для 3 атаки проценты такие 80 процентов общие и 130 экстра новая пассивка А Бетта первыми двумя ударами замедляет цель на 90%, длительностью в 0,2 секунды. Второй навык. Уменьшили стартовый базовый урон. Было 350-500, будет 250-500. Также уменьшили вампиризм навыком. Было 125-250, будет 100-200. Увеличили стартовую перезарядку. Альфе и так не хватает урона, поэтому... План говно! Я не хочу в нем участвовать! Я брезгую! Заск. Третья способность. Немного уменьшили урон. Чуть уменьшили урон автоатаки ульты и подняли здоровье большого порождения. Было 500-1500, будет 500-2500. Кусака. Второй навык. Уменьшили немного щит, но увеличили бонус физической атаки. Как и в случае с Альфой, сила героев сдвинулась ближе к мидгейму. Чане. Первый навык. Сняли топ-урон на 50 единиц. Ульта. Уменьшили бонус к скорости. Было 20%, будет 10%. Чане популярна в своей простоте. Когда-то я играл на ней и доходил до мифика, но с того сезона она дико быстро надоела. Аргус. Пассивка. Урон заряженной атаки уменьшен на 20%. Ульта. Сократили перезарядку на 5 секунд для всех уровней. Второй навык. Теперь эффект кровотечения накладывается и на лесных крипов, что позволит забирать их быстрее. Ускорение перезарядки и фарма ценой в 20% урона пассивки – хороший обмен. Сан. Оптимизировали искусственный интеллект клонов. Ну-ну. Вообще это было бы круто. Однако самый лучший ИИ в игровом мире был в ФИР 2005 года. Ну и его вторая часть. Теперь хп-бар копий, ксана, будет визуально повторять хп-бар основного сана. Это нужно было сделать давно, потому что на основном сервере легко отличать копии и основу. Первый и второй навык. Копии вместо 35% будут получать 50% атрибутов сана. Но убрали эффект замедления. Да я хусь им. Можно взять косу коррозии, которая гораздо эффективнее. Минотавр. В пассивке увеличили получение ярости от нанесения урона по целям негероям. Изменения в предметах. Добавили сюжеты для своих предметов и подсказку к использованию. Сумеречная броня. Откатили активный навык в пассивный. Теперь пассивка активируется по-прежнему при получении урона более 600. После чего урон по твоему герою снизится на 20%, а сам он будет наносить ближайшим врагам чистый урон. Длится эта штука 3 секунды. КД 6 секунд. В целом хорошо для толстых героев в лейтгейме. А золотой посох. Уменьшили атрибут скорости атаки с 30 до 15%. А в пассивке вернули двойное срабатывание свойств предметов и навыков автоатак. Скорость следующей автоатаки при срабатывании увеличили с 80 до 100%. Кираса грубой силы. Уменьшили ускорение бега от стаков с 3 до 2%. Шипованная броня. Изменили эффект замедления, добавленный ранее. Было замедление бега на 25% длительностью в полсекунды. Теперь будет 15%, но длительностью в 1 секунду. Крылья королевы. Уменьшили магический вампиризм с 30 до 25%. Золотой метеор. Уменьшили бонусную магическую защиту в пассивке с 30 до 25%. Сияющая броня. Добавили сопротивление урону. Было 3-10, будет 4-11. Но уменьшили стаки с 8 до 6. Боевые заклинания. Возмездие. Теперь, если возьмешь возмездие в бой, то с лесных крипов будешь получать больше опыта и золота. Вместо бонусных 25% 60%. Но взамен штраф к золоту и опыту за миньонов увеличился с 50 до 70%. Этот штраф снимается спустя 5 минут от начала матча. Раньше хотели сделать, что ты должен набивать стаки. Но вернулись к отметке во времени. Новый эффект. После 15 стаков дает плюс 15 физической и плюс 15 магической силы. Более подробно про лес и ром расскажу, когда выйдет обновление на официальный сервер. Если коротко. Лес и линии стараются разделить по форме фарма и геймплею. Но лесник должен будет качаться чуть быстрее. А нельсники не лезть в его фарм. Очищение. Оно теперь снимает замедление. Но наконец-то до них доперло, что по сути замедление это тоже эффект контроля. Уменьшили получаемое ускорение с 30 до 15%. Мой любимый спринт. Увеличили получаемое ускорение с 40 до 50%. Другие важные изменения. Наконец-то можно перемещать и менять размер кнопок на экране, карты и всего интерфейса. Как говорится, почему я не отступал? Потому что палец с экрана вниз съезжал. Для героев, у которых навыки перезаряжаются параллельно. Например, Роджер, Кагура, Беатрис, Люнокс добавили анимацию перезарядки. Ранговые звезды. Увеличили очки на получение двойной звезды для победителей. Но теперь они не получают очки на защиту звезды. А вот проигравшая команда будет получать немного больше очков на защиту звезды. Ну а на это все. Подписывайтесь на канал, жмите лапкой в колокол и в лайки. Все, спасибо. Я погнал, давайте.